Вячеслав Гладков встретился с участниками кадрового проекта «Новое время», претендующими на государственную службу. Это Константин Чуриков, Екатерина Квашенкова и Екатерина Клеменченко. До конца недели молодым людям предложат высокие должности в структуре регионального правительства. Мы подготовили для каждого из вас, с нашей точки зрения, исходя из ваших профессиональных компетенций, исходя из опыта уже существующей работы, исходя из вашего образования, но самое главное, исходя из вашей активности и желания. Надеюсь, что уже в процессе работы с вами определятся по количественным показателям и количественным результатам, которые я от вас жду. Напомним, кадровый проект «Новое время» стартовал в регионе в мае этого года. Он был запущен по инициативе Вячеслава Гладкова и при поддержке некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», чтобы найти талантливых управленцев, готовых работать на благо Белгородской области. Для участия в проекте было подано свыше трех тысяч заявок из 30 субъектов страны и даже из-за рубежа. Из 230 финалистов определили полсотни лучших. Оценивались умения работать в команде, креативности и лидерские качества. Ведь именно такими должны быть современные руководители, считают эксперты. Но финалисты «Нового времени» доказали, что лучшие не только в управленческой сфере, а могут запросто сменить деловой костюм на спортивный. Как обычно бегу, утром, время 5 утра, набежная перед Белгоу. Вдруг какое-то подозрительное движение заметил впереди себя, добежал. Но оказалось ничего подозрительного. Все наши кадровый резерв. Доброе утро, белгородщики! Ну что, только вперед, только все вместе бежим! Список должностей, которые займут участники проекта, будет опубликован в ближайшее время.